мне нужно было понять некоторые эффекты препарата которые не поддавались объяснению и я отправился к своему другу он-то точно знает все об этом будем надеяться что он дома чё случилось уж есть пару вопросов такой взбодораженный короче я копался материале нашел и подтверждение твоих слов смотри так мода финил да так вот расскажи про этот эффект уберем тот факт что съедает человек 300 миллиграмм этого вещества как в книге написано было из которого потом в итоге раздули целую эпопею как я понял модофинил проходит защиту мозга и попадает и начинает какое-то свое действие темное и это действие длится около 12 часов правда это или нет и вообще что это за эффект такой как типа эффект бабочки как они там описывают что там где-то там что-то скачет а тут вот мы нам непонятно что это такое так далее вот мне вот это интересует что это такое дофинил вообще это просто распиаренная в сми и в медиа история по факту это самый простой психостимулятор с определенными эффектами которые немножко отличаются от других психостимуляторов ну например раньше кокаин или амфетамин использовались как когнитив инханса как препараты для улучшения работы мозга для улучшения восприятия внимания памяти и так далее но впоследствии было открыто множество побочных эффектов но тогда была медийная такая история про эти препараты с модофинилом сейчас происходит точно такая же штука вообще модофинил по определению аналептики психостимуляторы используются при различных расстройствах поведения биполярное расстройство болезнь паркинсона депрессии и остыни то есть когда есть конкретная проблема и человеку нужна дополнительная психостимуляция используется в психотерапевтической практике но это конкретная терапия а если мы говорим об улучшении работы мозга тут появляются некоторые проблемы как со всеми психостимуляторами получается качество мозга то в принципе модофинил и не улучшает правильно это вот эффект мы это то и не достигаем но вот у нас есть полосатое тело прилежащее ядро это система поощрение систем вознаграждения которая нам досталась от предков и благодаря которой мы чувствуем поощрение когда делаем какую-либо вещь или что-нибудь например выиграем состязание это дофаминергическая система и все наркотики психостимуляторы повышающие уровень дофамина в этой области могут вызывать аддикцию зависимость но как и все психостимуляторы одерал риталин модофинил повышает концентрацию дофамина норопенефрина и вдобавок он является препаратом который влияет на обратный захват серотонина повышает концентрацию серотонина в мозге то есть влияет на те области которые связаны с системой поощрения дофаминергическая система и медалевидное тело и считается что повышение концентрации нейромедиаторов в этих областях при приеме препаратов психостимулирующего действия это прямой путь к развитию зависимости опять же если мы говорим о терапии здесь если есть врач если врач конкретно прописывать схему окей но если человек без патологии принимает препарат то он имеет определенные риски развития зависимости человек который качает себя мозги должен об этом знать давай все-таки поговорим об эффектах что самое интересное потому что многие в ю тубе записывают ролики о том что все-таки модофинил у нас вызывает такую же реакцию как вызывает нзт ну ты сам знаешь да по фильму область мы все-таки то что алан грин это списался с модофинила и так далее и поэтому раздули это все но ведь это на самом-то деле не так основной эффект это повышение бдительности снижение желания спать этих целей он использовался летчиками чтобы в течение длительного времени работать без снижения производительности повышение бдительности и повышение концентрации внимания фокуса то есть это основные психостимулирующие эффекты ну а впоследствии нужно дольше восстанавливаться если цикл сна был прерван причем я хочу заметить модофинил это относительно сильный психостимулятор есть множество подвидов рацетамов и прочего которые не имеют такого выраженного воздействия на систему поощрения они дают вот например кофеин дает улучшение концентрации повышает бдительность но не дает поощрения поэтому несмотря на то что в тестах например адырал модофинил кофеин показывают очень похожие результаты люди чаще всего которые качают себе мозги предпочитают использоваться на психостимулятор потому что здесь есть еще и чувство хотя кофеин гораздо безопаснее хотя кофеин действительно гораздо безопаснее и не дает выраженного адективного потенциала который есть у препаратов психостимулирующего спектра конкретно бодофинил относится группе психостимуляторов по механизму воздействия на системы поощрения и все же по бочке при длительном приеме это все-таки анорексик это снижение аппетита и снижение веса это головокружение головные боли нарушение сна соответственно повышение тревожности могут быть параноидальные мысли раздражительность повышенной диспепсические расстройства расстройства стула и пищеварения если мы говорим об острых эффектах сразу после приема это повышение чистоты сердечных сокращений это повышение давления и повышение температуры тела полностью все эффекты периферические как у стимуляторов но самая лучшая стимуляция это стимуляция клитора конечно мы также не должны забывать про повышение давления самая неприятная штука головные боли а если человек в возрасте начинает качать себе и тут я понял модофинил спорное вещество вопросах ноотропов все сложно особенно после просмотра фильма область тьмы но мне кажется лучше стоит спокойно жить дальше чем мечтать о чудо таблетки которая изменит вашу жизнь вот ошибка выжившего читаешь в интернете замечательные истории о том как я стал миллионером модофинили за пару дней то есть конкретно в практике психиатрической на западе используется у нас препарат запрещен он интересен и для врачей под строгим надзором при конкретных патологиях можно прописывать но это не таблетка для того чтобы стать гением чтобы спасибо тебе спасибо